Почему театр? Ну, во-первых, потому что я сама занималась кукольным театром в детстве очень долго. Работая с детьми здесь с мая месяца, приехали в середине апреля, а в начале мая уже стала работать именно с детками. Я увидела, в каком стрессе находятся эти дети. Самое лучшее, что можно придумать для ребенка, это кукла, потому что ребенку сложно описывать свои чувства. Но когда я спрашиваю, как твоя кукла себя чувствует, он с удовольствием расскажет и нарисует. Сначала покупались куклы такие, которые несут себе какую-то агрессию. Все дети выбирали эти куклы. Они это выбирают не потому что ребенок, я такой агрессивный. Нет, потому что держа это зубастого крокодила, я сильный. Я сильный. То, что я шоком говорю, это ты повторяешь, а то, что я громко говорю, это я. Хорошо? Все понятно? Ну, что, все готовы? Начали, Соля, давай. Очень давно была маленькая, но я ел. Все эти эмоции легче проживать через куклу. Это самое эффективное, потому что уже они не стесняются, они думают, что это уже не они, хотя понятно, что это ребенок говорит о себе. И поэтому кукольный театр. Поэтому создавалась не как просто студия кукольного театра, а как именно терапия детей, у которых травматическая расстройство, а у некоторых уже и посттравматическая стрессовая расстройство. Я очень старалась помочь детям. И если я кому-то могла помочь перенести этот стресс, я прожила не зря эту жизнь. Потому что дети – это наше будущее. И нельзя, чтобы они выросли инвалидами, эмоциональными. Чистые души такие, да? Которые надо просто держать аккуратно. Показать им направление. Показать, что они сильные. Показать, что они все смогут. И не надо ничего бояться. Для меня это главное. Работая так с детьми, я наполняюсь каким-то счастьем. У меня это наполняет счастьем, да. И чем больше я отдаю своей любви, тем больше у меня и внутри. Продолжение следует... Продолжение следует...